Здравствуйте, друзья! С вами Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин и Борис Марсенкевич. Всем добрый день! Борис, с 22 июля, когда был опубликован текст соглашения Германии и США по Северному потоку-2, в СМИ, в соцсетях можно было наблюдать десятки тысяч комментариев, вообще всех, кого только можно. И причастные, ну, меньше всех высказалось, конечно, Германия и США, они решили промолчать, но комментарии давали все, кому не лень. Теоретически причастные это Украина, Польша. Вся Прибалтика в голос пожаловалась, что что-то не то происходит. В прочие экзотические страны, которые вообще никак не связаны с Северным потоком-2. Не они вкладывали деньги, не по их территории идет маршрут, не им пойдет газ. Но свое мнение они, конечно же, имеют. И вот тут нужно высказать общее мнение, что это новый пакт Молотова-Риббентропа, что Байден таки сдал всю Европу и Украину, в частности, вообще просто бантиком завернул и Владимиру Владимировичу просто передал. На моей памяти ты был первым, кто вообще предложил анализировать взаимоотношения по Северному потоку-2 в свете взаимоотношений США с Китаем. Я знаю, ты уже высказывал свою точку зрения и на День ТВ, и в статье «Спутника», которая, кстати, у нас тоже на сайте появится. Но ты везде адаптировал под формат аудитории. Но ведь так. Правда. Это правда, потому что у Дня ТВ, конечно, аудитория достаточно специфическая. Что касается «Спутника», с ним проще, потому что там можно давать ссылки на то, что публиковалось раньше. Поэтому получается как бы компактно, но если прочитать все ссылки, получится очень длинно. Предлагаю сегодня все-таки вернуться к нашей классической геоэнергетической атмосфере и вот в нашей стилистике, вот со всем юмором подойти. Согласен? Я не против. Давайте попробуем еще раз. Давайте по порядку. Значит, почему, собственно говоря, Соединенные Штаты во времена правления Дональда нашего Трампа так активно сопротивлялись реализация Северного потока-2. Напоминаю, многие слышали, на всякий случай, я надеюсь, что наши монтажеры справятся с тем, чтобы показать карту, как это выглядит. Помимо Северного потока-2, вокруг которого весь этот ажиотаж Тих, незаметно был построен Турецкий поток. Состоит он из двух ниток. Были разные варианты заканчивать его в Турции или продолжать куда-то дальше. В конце концов, было принято решение продолжать по так называемому Балканскому маршруту. Проходим территорию Турции, это уже сделано. Пересекаем территорию Болгарии, это уже сделано. Проходим территорию Болгарии, это уже сделано. Пересекаем территорию Сербии, это уже сделано. Вышли на границу с Венгрией. Теперь венграм предстоит провести линейную часть, поставить интерконнекторные перекачивающие агрегаты, которые способны качать в обе стороны, до территории Словении. И Словения приведет этот маршрут на конечную точку, это Баумгард. Это с одной стороны. С другой стороны, Северный поток-2, это тоже не вещь себе. Он заканчивается на побережье возле Грайсвальда. Пузырики пускать не будем. Нам нужно сухопутное продолжение, по которому этот газ придет европейским потребителям. Возникла целая система, поскольку строительством Северного потока-2 подзадержались по известным причинам. Все, что планировалось на суше, уже сделано. То есть, вот сейчас будет очень золотой стык, потому что это стык не только Северного потока-2, но и всей линейки, которая за ним выстрелилась. У нас состоит из четырех целых частей. От побережья Балтийского моря немецкого до границы Германии и Чехии Еугал, он же Ойгал, если по-немецки так сказать считать, с ответвлением с газоотводом, если уж правильно говорить, в сторону Берлина. Почему к Берлину нужен газоотвод? Причин две. Во-первых, столице действительно нужен новый объем газа, это понятно. Во-вторых, в таком виде Еугал становится частью газораспределительной системы Германии. Лучше мы внутри им пользуемся. И он выпадает из-под действия третьего энергопакета. Просто автоматически, потому что это часть газораспределительной системы, а не газотранспортная. Все. Чехия, которая так громко с нами ссорилась, Петрова с Башировым там где-то искала, отказывала Росатому в возможности участвовать в тендере под Укованом и так далее, она тихо, спокойно под этот шум в марте месяце закончила следующее продолжение под названием Капа Ситифо Газ. Денег у Евросоюза не просила, никаких заявлений не делала. Тихо, молча построила, построила. От одной границы с Германией до другой границы с Германией, потому что так выглядит европейская география. И, разумеется, она его тоже вписала в свою газораспределительную систему. Есть газоотводы внутрь Чехии, третий энергопакет, тоже никаких вопросов не задаем. Такая вот загадочная Чехия, тем не менее, она это сделала. На границе с Германией подхватывает этот газопровод Мегал. Мегал строили еще под первый северный поток. Он уходит в сторону Бельгии и Франции. Но тех мощностей, которые имеются, не хватало. Была построена еще одна дополнительная нитка в том же направлении. И впервые появился еще один газоотвод на юг, Мегалзюйт, так он и называется. По этой новой ветке газ придет в Баумгарт. Все перечисленные магистральные газопроводы соединены в режиме интерконнекторов. Они имеют возможность скачать газ в обе стороны. У нас на глазах заканчивается строительство Большого газового кольца Европы. Баумгартен, который на европейском сленге теперь центральной европейной газхаб, становится центральной точкой распределения. Выигрывает Австрия, поскольку она становится за счет новых физических объемов крупнейшим газовым хабом, биржей, если угодно, газовой для центральной Европы. Выигрывает Германия, которая только что объединила два своих газовых хаба. Появился новый. Приходят новые объемы физические, значит будут новые объемы торгов. Значит есть шанс бороться за лидерство в Северной Европе с газовым хабом ТТФ в Голландии. Борьба тем более успешна, что в 22-м году прекращается добыча на Грунингене, это минус 25 миллиардов кубометров, которые уйдут как раз с газового хаба в Голландии, что логично. То есть новый ТХЕ аббревиатура Трейд Хас Европ, по-моему так, если не ошибаюсь, немецкий получит новые объемы газа, ТТФ их потеряет. Значит эра Грунингена сменяется эрой нового газового триумвирата. Германия, Австрия и разумеется Россия, поскольку все это газовое кольцо обеспечено российским газом. Вот этому сопротивлялся господин Трамп, понимая, что это новый уровень энергетической обеспеченности для Европы, это новый уровень энергетической безопасности, и США здесь не присутствует. Его здесь не стояло. Это экономично, быстро, стабильно, минимум посредников и новые хорошие капиталовложения. С учетом всех энергопереходов и прочих красивых слов, которые говорят, если говорить по-человече с 22-го года, Германия закрывает атомные электростанции, одна за другой, по мере окончания сроков эксплуатации продлевать не будем, выключаем, значит нужны новые мощности. Газ, вот сейчас уже уголь, сейчас уже тонна углекислого газа с 1 января этого года 50 евро, дорого. Газ это в два раза меньше, соответственно в два раза меньше штраф. Значит новые объемы газа. И даже та Польша, которая много чего говорит, она вынуждена обновлять свою генерацию в северо-восточных воеводствах своих, то есть ближе к границе с Белоруссией у нее там имеется угольная электростанция, которая 50 лет от труда, которую пора прекращать. Конечно, Польша хотела бы на своем же угле новую электростанцию поставить, естественно Евросоюз не даст, значит надо строить газовую. по тем параметрам, которые они для этого угольной электростанции предоставили, это сразу миллиард кубометров. Мгновенно совершенно. И таких вариантов по Европе более чем достаточно. Вот этому сопротивлялся Трамп. Причины о дефиците торгового баланса Соединенных Штатов знают все, я просто напомню. Дефицит по отношению к Европе это минус 170 миллиардов в год, чтобы мало никого не было. Сопротивление продолжалось практически до конца царствования господина Трампа, а потом внезапно прекратилось. Причина у Соединенных Штатов главный экономический соперник это Китай. И там вот этот дисбаланс, то есть поставки из США в Китай меньше, чем поставки из Китая в США почти на 300 миллиардов долларов в год. Фантастическая цифра. Именно вот этот дисбаланс стал причиной того, что была начата экономическая война между Соединенными Штатами и Китаем. Инициатором были Штаты, Трамп вводил новые пошлины на китайские товары, китайцы выставляли пошлины в ответ, вот война пошлана такая. Почему Трамп повышал пошлины, понятно. Я хочу, чтобы вот этот дисбаланс 300 миллиардов был ликвидирован. Будьте добры, платите на границе, это хоть как-то приведет в чувство. Почему Штаты по этому поводу волнуются? Китай сейчас крупнейший держатель трейджерис. В том случае, если дело дойдет действительно до обострения экономической войны, он волен их вышвырнуть на рынок и обрушить курс доллара. Это не нравится, чтобы этих трейджерис вернуть обратно, надо восстанавливать паритет. 13 раундов переговоров между США и Китаем, пока они не устаканили свои отношения. 15 января 2020 года подписано соглашение. Все. Если осенью 2019 года односторонние дискриминационные меры США по отношению к серверному потоку-2 привели к тому, что сбежали укладчики швейцарской компании Олсис, то после 15 января 2020 года, пока мы тут увлеченно следили за проблемами, связанными с COVID-19. Санкции какие-то были, но они носили уже такой декоративный характер. Ничего такого выдающегося там не произошло. Пришли российские трубоукладчики, что-то там было по поводу того, что их нельзя страховать, эту проблему тоже решили. Вот так одна проблемка за другой решалась. Что происходит, что написано в этом соглашении между Соединенными Штатами и Китаем? Как восстанавливать баланс? В числе прочих обязательств, с которыми там содержатся новые объемы американских услуг, в том числе финансовых и так далее. Китай взял на себя обязательства в течение двух лет купить энергетических ресурсов, определенных в США, на общую сумму в 200 миллиардов долларов США. То есть сырьевым колонкой становится... Энергетический придаток, да. Хорошо звучит. В США энергетический придаток. Хорошо звучит. Но вопрос, с чего эти 200 миллиардов сложить? Можно торговать углем, но угля на 200 миллиардов сложно продать. Сложно. Можно пытаться поставить нефть. Но Китай очень уверенно дифференцировал, как это называется, разнообразил себе блюда. У него, по-моему, почти 20 поставщиков, и ни у одного больше 10% объема импорта нет. То есть вот Китай в этом плане был очень аккуратен, но выстраивался аккуратненько, без спешки, без суеты. За первое-второе место уже несколько лет бодаются Саудовская Аравия и Россия с переменным успехом. То есть все очень аккуратненько. В реализации в эти доли процентов тоже до 200 миллиардов не доберешься. Что осталось? Газ. Смотрим. В 2019 году Китай ввел заградительные пошлины на СПГ, произведенные в США. Ввел так, что объем годовых поставок 256 тысяч тонн, которые успели провести дома до того момента, пока пошлины ввели. Что успел, то продал. 15 января после подписания пошлины снимаются. За 2020 год, несмотря на COVID, несмотря на только что включенные в силу Сибири, объем поставок СПГ, произведенного в США в Китае 3,2 миллиона. То есть здесь рост не в процентах, в разы. Я смотрел статистику. Кстати, надо отдать должное Министерству энергетики США. К ним достаточно зайти на сайт, зайти в раздел ЛНЖ, и будет каждая экспортная партия каждого завода, который у них работает, по датам, со всеми кубическими футами, вообще все есть. Не поленился. Посчитал. У них сейчас отсчет лежит за 2021 год с января по мае. С января по мае в Китай отправлено 4,2 миллиона тонн. То есть по году есть шанс выйти на 10 миллионов тонн. И тут уже есть о чем говорить. За 2020 год объем производства СПГ в США с 61 миллиона тонн вырос до 71 миллиона. 71 миллиона тонн. Мало того, в прединвестиционном состоянии находится еще невероятное количество проектов. Если они все будут реализованы, то планы, так сказать, США на мировом рынке СПГ обогнать Катар с его семьёй, с его семьёй там осталось совсем немного. Обогнать Австралию, которая за первое-второе место с Катаром сейчас борется, и уйти куда-то там то ли 130, то ли 140 миллионов тонн. Ну, то есть не мелочиться, а просто забрать себе, обязать. Покупать только у него. Попытаться, во всяком случае. Китаю поставки СПГ выгодны, потому что товарищ Си не так давно заявил, что Китай к 2060 году должен стать углеводородно-нейтральным, что подразумевает не только строительство солнечных ветряных электростанций, но и газовых. Газ, по большому счёту, Китаю всё равно откуда получать, лишь бы цена была нормальной. Поставляет в Соединённые Штаты, если цена устраивает, отчего бы и нет. Просил у Сибири, поговорим о деле. Успей. Теперь, это выгодно Китаю, это выгодно Штату. Но на территории США государственных заводов поджижения природного газа нет. и заявить, что джентльмены, или как там они, друг к другу в Америке обращаются, мистеры, всё везём в Китай. Вот эти все скажут, куда идти с такими предложениями, они поставляют туда, где они видят максимальную выгоду. В том случае, если цена в Юго-Восточной Азии на газ выше, чем в Европе, газ пойдёт в Юго-Восточную Азию. Что мы, собственно говоря, и наблюдаем. Да, в Европе в феврале 340 долларов за тысячу кубометров, в июле 410-415, со всплесками до 460 на американский СПГ сюда не идёт. Он пошёл в Юго-Восточную Азию. В том случае, если нет Северного потока-2, вот сейчас у нас цена в районе 410 долларов за тысячу кубометров, если берём среднюю статистику, то зимой процентов на 40 вырастает, даже если это обычная для Европы зима. То есть, 410 плюс четверть это, простите, за 500 заскакиваем. Цена в Юго-Восточной Азии сейчас 500. И это нехорошо, потому что в этом случае никакой господин Байден не объяснит своим производителям, что надо ввести куда-то там в Китай, потому что вот Европа минус проход по Панамскому каналу, ближе цена, та же, всё, ты свободен. Старичку это досадно было бы. Нехорошо ему. В том случае, если Северный поток-2 есть, естественное желание Газпрома инвестиции, которые в него вложены, окупать, соответственно, те дополнительные заявки, которые Газпром сейчас не удовлетворяет, дополнительно, это помимо контрактных обязательств, поверх контрактных обязательств, он будет выполнять охотно. Со стороны Газпрома тоже действие как бы совершенно очевидное. Сейчас он выполняет строго контрактные обязательства, цена лезет вверх, Газпром зарабатывает на повышенной цене. Европейские компании боятся заполнять подземные хранилища по такой цене. Они надеются, что такого безобразия не будет, они же должны когда-нибудь опуститься. Откуда-нибудь ещё газ попрёт из Украины, Словакии. Ждут, потому что, ну, боязнь, а вдруг я сейчас по 400 куплю, а он подешевеет, что я буду делать? Объём заполненных, или как там, уровень заполняемости отстаёт от среднегодовых на 20 процентов. Это много. Соответственно, если держать до момента запуска в эксплуатацию Северный поток, 2 цена будет держаться высоко, а потом можно выиграть на объем. То есть, летом Газпром выигрывает на цене, в отопительный сезон, выигрывает на объеме, ничего личного, только бизнес. Простите, вы нас учили, мы научились. Возьмите с полки пирожок за то, что вы хорошие педагоги. Денег на пирожок нет, ну, ничего, я подкину. Настреляете. Настреляете по углам. собственно говоря, такая картинка. Но выход Северного потока, 2, в эксплуатацию в нормальных условиях, то есть, без ограничений третьего энергопакета, это, ну, пусть не падение цены, но хотя бы ее фиксация на каком-то уровне, на том, который устраивает Соединенные Штаты, потому что этот уровень будет заведомо ниже, чем уровень цен Юго-Восточной Азии. Все в порядке. И все в порядке для тех американских компаний, которые собираются реализовать свои проекты по сжижению газа. Они видят растущий рынок. По оценкам специалистов, Китай в этом году объем закупок СПГУ увеличится еще на 11 миллионов тонн. То есть, вот, вырос объем производства в Штатах на 10 миллионов тонн. Китай практически полностью готов его съесть. Ему надо. Ему надо, и это понятно, потому что сейчас тоже были жаркие дни в Китае, и центральное руководство просило не включать кондиционеры, не хватает мощностей электростанции. Центральное руководство помимо просьб еще просто запретило майнинг и в принудительном порядке давит бульдозерами. Это один из таких крупнейших потребителей электричества. Ну, то есть, вот, отбрасывая детали, Китаю новые объемы нужны, не по-детски, нужны, потому что надо строить новые электростанции, ему не хватает, он растет. Он рос даже тогда, когда была пандемия, когда в Европе ОВП падал на 7%, в России на 3, в Штатах на 5, там просто рост этого ОВП, ну, не на 7-8% обычных, а на 3-4. Вот, все, Китай выдерживает все. Так, каюсь, я сталинист, это социализм, это командная экономика, но вот она это выдержала, мы это нет. Мы до сих пор почему-то пытаемся рассказывать, что надо все-таки сходить, сделать укол, вакцинку получить, в Китае разговоров не ведут, строят в колонну и маршируем. Проблема решилась, мы играем в демократию, поэтому вот имеем то, что имеем. Опять у нас переполнено ковидное госпиталя, нам весело, нам не скучно, мы имеем каждое свое мнение. Замечательно. При таком раскладе, если Северный поток-2 включается, вот я пытаюсь найти проигравших. Китай не проиграет, к нему придут новые объемы СПГ из США, не из США, неважно. В числе прочего, если Китай увеличит, сам добровольно согласится увеличивать объемы закупки СПГ именно у американских производителей, он сможет дать еще один шелчок поносу Австралии. Один он уже дал угольный. Отказавшись от угля и почти обвалив, частично обвалив их добычу, которая некуда просто экспортировать. Они как бы вывернулись из угольной, но они могут еще и вот такую, потому что по 20-му году именно Австралия была лидером по подставкам СПГ. Убрать ее из лидеров еще раз наказать, почему бы и нет. Соединенным Штатам это выгодно, потому что у их производителей появляется рынок сбыта, для Америки это полезно, в конце концов, у них тоже есть необходимости в рабочих местах и во всем прочем. Не проигрывает никто в Европе, даже в том числе вот эти экзотические ребята из Прибалтики, из Польши, потому что появление в работе Северного потока 2 не даст выскочить цене на газ куда-то там к астрономическим величинам, даже они выигрыши. Безусловно, выигрыши Германии и Австрии, потому что замыкается газовое кольцо, неизбежно просто. Украина, загадочное государство, о котором так много говорят большевики, она чем-то недовольна. Она в принципе всегда недовольна. Если смотреть на это соглашение, которое, если обратить внимание, никто полностью не перевозил, во всяком случае в наших СМИ это не появлялось. Хотя там текста полторы страницы, казалось бы. Но кто-то один сказал главное в этом соглашении и вот в неизменном виде этот текст прогулялся по всем СМИ. Кто решил, что именно это главное? Там в числе прочих обязательств. Есть следующее. Германия берет на себя обязательство предлагать варианты модернизации газотранспортной системы Украины. Дальше идут слова о том, что это делается на тот случай, если Россия прекратит транзит через украинскую ГТС. В таком случае Украина должна суметь получить необходимый ей объем газа со стороны Европы. Но это слова. Это слова, потому что Гронинген, если просто взяться за арифметику, максимальный объем транзита, который прошел через Украину 140 миллиардов. Это много, действительно очень много. Если бы они размышляли о бизнесе, а не о политике, они бы с этой сети зарабатывали деньги и не зарабатывали. Но колхоз сделал добровольно, отказались. Что мы имеем, что Газпром имеет в качестве транзитных мощностей? Давай перечислять. Предполагаем, что северные потоки оба работают на полную мощность это 110 миллиардов кубометров. Голубой поток это еще 17 миллиардов кубометров. 127. Северный, турецкий поток, обе нитки, 32 миллиарда кубометров. Давай округлим, что у нас там получилось? 127 плюс 33, 160. Ямал, Европа, 30 миллиардов кубометров, 190. Те самые Прибалты, про которых я вспоминал, Финляндия получает по системе магистральных газопроводов северное сияние, но их объем это порядка 10 миллиардов кубометров. То есть, на самом деле, несмотря на все происходящее, к тем 140, вот мы только сейчас вернулись. С другой стороны, вот эти 140 миллиардов, это работа всей промышленности, всего Советского Союза. Мы это, грубо говоря, сумели повторить, но не более того. В том случае, если требуются новые объемы, а судя по всему Европе они будут требоваться, газотранспортная система Украины востребована. То, что делала Украина со своей газотранспортной системой, у меня абсцентной лексики не хватает. Это пилить сук, на котором сидишь. Вот про сук я хорошо понял. Они делали с ней что хотели, то есть, они выкачивали ее по полной программе, последний технический аудит 2015 год она изношена на 85% мрак, полнейший мрак. И они убедительно доказывают, что сами они со слишком сложным механизмом не справляются. Надо следить за линейными участками, надо разбираться с компрессорными станциями, с газоперекачивающими агрегатами, с своими подземными хранилищами газа. Но, если верить, я просматривал специально украинских экспертов по газовым вопросам, за минувшие годы, вот после этой гидности, или как она у них там называется, на то, чтобы модернизировать, поддерживать в рабочем состоянии, выделялось не более одной трети того, что требовалось, даже сейчас. А началось это все еще в 90-е годы. То есть, они убедительно доказали, что сами они своим газовым хозяйством управлять не умеют. поэтому я не считаю, что будет чем-то плохим для Украины, если в их газотранспортную систему со своим орденгом придет спецпредставитель Германии, как опять же обозначено в этом соглашении, он должен не позднее 1 сентября приступить к организации переговоров, имеется в виду между Украиной и Россией, но поскольку мы с тобой люди не либеральные, между концерном «Газпром» и оператором газотранспортной системы Украины, двое юридических лица, которые должны придумать, как все это будет выглядеть. Чего хочет оператор газотранспортной системы Украины, понятно, как можно больше, как можно дороже, на как можно более долгий срок. Интерес «Газпрома» тоже совершенно очевиден. Я готов подписать с вами транзитный договор, но если у вас через два дня вот эта ржавая железяка перестанет работать, кто за это будет отвечать? Дайте мне гарантии. Ваши финансовые гарантии нас не устраивают. О, есть спецпредставитель из Германии, вот с ним поговорим. Потому что там деньги есть, они могут за это взяться. Тем более, что у Германии еще есть время для того, чтобы самые экстренные вещи успеть сделать в том случае, если будет понимание со стороны тех, кто руководит Украиной, тех, кто руководит их газотранспортной системой. Если мне память не ошибает, то 2 июля еще до начала до организации встречи Байдена и Меркель в одном из своих интервью Володимир Зеленский говорил о том, как было бы здорово иметь в качестве акционеров газотранспортной системы Украины представителей Европы. Это здравая мысль, он ее один раз высказал, потом он про нее забыл. Я на всякий случай напомню, это была прекрасная мысль. Необходимо, чтобы в числе акционеров появились те, кто понимает, что такое газовая система, что такое транзит, чего он должен стоить. Потому что, ну, не важно, кто такой транзитер, это посредник. Я оптовый производитель, у меня здесь есть розничные потребители, вот здесь у меня человек, который заявил, что у него отличный склад. Но если я выясняю, что этот человек, раздавая заказы, путает накладные, а еще у него обвалилась крыша и температура в помещении минус 10, а у меня там яблоки я опытом поставлял, я этого посредника выкину и найду нового. Какая разница, что продают? Если речь идет о газе, значит, вот этот посредник, оператор газотранспортной системы Украины, это посредник, это хорошая работа, важная, нужная, но ее надо работать, а не просто получать деньги. Ну, как будто все. То есть, Украину я не могу тоже назвать проигравшую, но именно Украину как государство, а не как те, кто делает вид, что ей управляют. Потому что, что они делают сейчас, вот тут самый финансовый, по документам, с 15-го года Украина не покупает газ у России, она покупает его у европейских посредников, вот там растут швейцарские посредники, еще какие-то. То есть, для украинских потребителей, для населения Украины бумаги показывают, мы весь газ, который из России пришел, выгнали в Европу, в Европе купили, потому что, когда покупаешь в Европе, там эти молекулы тоталитаризма, они умирают. Прассеивают. Фильтры. Все, страшные фильтры уже идут с молекулами свободы, там в Швейцарии их из везра наливают. Но идет по европейским ценам, вы за это, ребята, платите. Не по своим каким-то ценам, а уже по европейским. По европейским. Как европейцы, настоящие, по-взрослому. Слово пила я не говорил. Нет, не говорил, слава богу. При этом, по документам, получается, что газ прокачан до территории Европы, и газ прокачан еще раз. Вот эта прокачка, которая не существует физически, это то, что попадает, не скажу куда. Кому-то попадает. Куда-то попадает. В том случае, если в этой системе появляются люди, которые знают, что такое орденх, вот эта несуществующая прокачка двойная, она перестанет попадать в карманы. Вероятнее всего, для населения Украины, вот для физических персон, которые там газ получают, цены вряд ли изменятся. Очень вряд ли, но причина здесь в следующем. Если Германия приходит для того, чтобы обеспечить сугубо транзит, то это один разговор. Она не будет интересоваться всей газораспределительной системой Украины, плевать ей на всех украинских потребителей, ее дело прокачать газ из России в Европу. Тогда население Украины станет грустно. Газоотводов от транзитных магистралей на территории Украины семь штук, от них запитано более 40 населенных пунктов. Если Россия не качает, значит пропадает давление, значит все эти населенные пункты повисают в воздухе. Если мы качаем газ из Европы, нам необходимо ставить новые компрессорные станции на границе Украины и Европы и обеспечивать давление в обратную сторону. Да, есть собственная добыча, можно как-то комбинировать, но тем не менее деньги вкладывать надо. Для того, чтобы Германии стало интересно газораспределение внутри Украины, есть только один способ поднять цены до немецкого уровня. Понятно, что этим не будет заниматься немецкое правительство, потому что либеральная экономика там победила. Будет или консорциум немецких компаний, либо одна какая-то компания, но любая немецкая компания понимает, что ей надо заниматься газораспределением только в том случае, если она видит такой же уровень цен, как у себя на родине. Тогда для нее Украина – это новая газовая провинция, которую надо точно так же обустроить, как в Германии. Будет платить население по этим ценам или нет? Пусть думает население Украины, пусть размышляет, что с этим делать. Вот с этой обстановкой. Текст из меня совершенно циничный, но я немножко представляю, как работает немецкая компания. Вот я прокачиваю газ через Украину, вот у меня потребители, которые могут заплатить мне в три раза меньше, чем платят мои потребители в Германии. Ну, зачем мне такой потребитель? Не нужен. Пусть он сам думает, где найти деньги, чтобы заставить меня работать по этому газоотводу, пусть мне что-нибудь рассказывает. В том случае, если он видит такие же цены или максимально приближенные к ценам в самой Германии, да, интересно. Да, все в порядке. Если есть, конечно, платежная дисциплина, потому что можно продавать газы по 10 тысяч долларов за кубомет, только никто не заплатит. Вот, собственно говоря, такая обстановочка. Мы будем смотреть внимательно за событием. Я повторюсь, это моя личная версия, потому что поверить, что мы к Байдону можем относиться по-разному. Он спотыкается на трапах, он жену с сестрой путает, это все понятно. Но это политика старой закалки. То, что он сделал сейчас, напоминает отказ вести войну на два фронта. Потому что воевать одновременно с Европой и с Китаем это невыгодно. Это сложно. Это сложно, и он реальный политик. Он понимает, что Соединенные Штаты такую нагрузку просто не потянут. Там придется нарисовать такой дефицит, столько денег у Фрая сбрать, что рано или поздно это ничем хорошим не закончится. Почему он решил сосредоточиться на Китае, ну, тоже понятно. В отличие от Китая европейские страны входят в НАТО, там стоят американские войска, там на крайний случай хоть что-то есть. Вот с Китаем нет ничего подобного, там еще и военно-политическое противостояние нарастает, ничего хорошего. Поэтому, на мой взгляд, Байден решил сосредоточиться ровно на одном фронте. В результате я не вижу проигравших. Америка выигрыша, Китай выигрыша, Россия выигрыша, потому что нам все это отдали. Что касается, может ли повлиять на уровень цен в Юго-Восточной Азии и Сила Сибири. Я просто напомню, что переговоры о поставках, о строительстве Силы Сибири начались в 2005 году. Договор был подписан в 2014 году. Это настолько жестко, настолько плотно, за каждую букву цепляются китайские переговорчики. 9 лет на то, чтобы согласовать договор. 5 лет на строительство магистрали. И еще 5 лет на то, чтобы магистраль вышла на полную мощность. Это связано не с тем, что мы в России не успеваем Кавыгтинское с Чаедининским месторождением соединить. Наш газ приходит на север Китая. Там газораспределительной системы нет. Китай должен успевать вслед за нами. В прошлом году мы не смогли им поставить 5 миллиардов кубометров, потому что газопровод от нашей границы до Пекина был построен не в начале сентября, а в середине ноября. Они просто не успевают. У них есть проблемы с подземными хранилищами газа под новые объемы. Если на своем побережье с СПГ еще как-то понимают, что делать, у них даже единственная страна в мире, где появились танкеры СПГ, идущие по рекам, речные танкеры СПГ. Они не успевают с трубопроводами. Поэтому поверить в то, что сила Сибири будет подписана быстрее, не забываем, что есть еще необходимость потратить время на то, чтобы ее построить. Нам у себя в России, им у себя в Китае. Поэтому сейчас по времени у Соединенных Штатов есть зазор для того, чтобы наращивать поставки СПГ в Китае, для того, чтобы восстанавливать дисбаланс в торговых отношениях. По-моему, все. Про Индию и Пакистан, про Балтийский СПГ давай в следующий раз. Уговорил. В следующий раз. Вы внимательно смотрели за развитием событий, посмотрим, кого все-таки разменяли при заключении данного соглашения, и чуть-чуть времени покажет, что это чуть-чуть нужно. Мое личное впечатление, что проиграли только те, кто сидел в серых схемах на обеспечение газом потребителей Украины. Там, вероятнее всего, возможен приход тех, кто не даст реализации серовых схем, кто сделает все это прозрачным. Пусть даже население Украины будет обижено на такой жесткий подход, но она хотя бы будет видеть то, что происходит в действительности, а не вот эти серые схемы. Мы купили газ в Швейцарии. Но это мое мнение. Это моя версия. Не настаиваю. Если у кого-то есть контраргументы, я всегда... Да, обязательно пишите эти аргументы в комментариях. Мы почитаем доводы, предположения. Это интересно. Это интересно. На этом поблагодарим за внимание. Отдельная благодарность нашим зрителям, которые нас смотрят, репостят, комментируют, делают репосты в социальные сети. Огромнейшая благодарность нашим спонсорам. Кнопочка «Спонсировать канал под видео». Благодарим. Живем, переживаем лето с его падением трафика. Я отдельно благодарю всех, кто делает серьезное замечание. Я понимаю, что отнюдь не являюсь неким идеалом, тем более, что я не журналист. Я путаю ударения, у меня пропадают слова. Поправляйте, исправляйте. Для меня это только полезно. Общайтесь с нами. Это, прежде всего, полезно для нас. Мы стараемся учитывать ваше мнение, учитывать ваше пожелание, становиться лучше и интереснее. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok